Этот дизайнер, я им выдал четкие квоты по площадям, и они отрисовали каждому. Видите, они все разные по размеру. Дмитрий Петренко, руководитель проекта, рассказывает, как разместятся участники на площади в 4000 квадратных метров. Вымеряли почти до миллиметра для каждого союза художников из 11 сибирских регионов. Самый большой павильон достался красноярцам. Все потому, что в их союзе художников аж 200 человек. Алтайских участников тоже немало – 112 авторов. А всего зрители смогут увидеть более полутора тысяч работ. Это и живописи, графика, и скульптуры, и декоративно-прикладное искусство. И это при том, что работы прошли через сито отборов. Количество работ, отобранное, все равно кажется фантастическим. Вот мы сейчас с вами стоим, пока пустые стены, пока работы у стен стоят. Но если чуть-чуть подняться на сиденье и посмотреть, окинуть это все взором, то как бы не заблудиться. Но заблудиться не получится. Разработана навигация по выставке. А вообще такие масштабные мероприятия, где демонстрируют творческие работы авторов Сибири, проходят в крупных сибирских городах раз в пять лет. Поэтому и была у нас в Барнауле такая 42 года назад. Чтобы организовать эту, потребовались большие силы и средства. Более 9 миллионов из бюджета края, миллион гранд-губернаторов в сфере культуры, порядка 400 тысяч спонсорские средства. А вот вход на выставку бесплатный. Ну, наверное, ни у кого из нас не хватит сил и времени за один раз обойти ее. Поэтому, как было с азартом, а азарт был гораздо меньше по площади, ну, я была, не знаю, там, три или четыре раза. Поэтому, конечно, сюда нужно будет прийти несколько раз, если ставить себе задачу посмотреть все. Поэтому с 5 числа и по 28 июля хоть каждый день по четыре раза можно приходить всей компанией, семьями. Можно не только посмотреть, но и послушать. 6 июля здесь будут проходить также 13-е по счету сибирские искусствоведческие чтения. Зрители планируют вовлечь ей в мастер-классы. Будет шесть мастер-классов разных художников. Причем мы постарались подобрать художников так, чтобы зрителям было интересно, как можно более разнообразная кухня творческая. Поэтому там будет, например, скульптор с материалом. То есть он не просто обещает лепить из глины чего-то, а заниматься ваянием. Или, например, Александр Гордиенко, он традиционно наш резидент всех наших программ, он также будет показывать мастер-класс «Акварель». На выставке выберут и лауреатов, чьи работы отправятся на общероссийскую выставку. А еще по результатам «Сибири-13» будет издан шикарный цветной альбом выставочных работ. Остается напомнить, что выставка откроется в Титофорене 5 июля и продлится до 28 числа. Время работы с 11 до 19 часов. Вход бесплатный. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.